В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о безопасности детей на каникулах. В гостях у нас Татьяна Владимировна Горовенко, старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, и Анастасия Юрьевна Солохина, старший инспектор по делам несовершеннолетних по Ленинскому району города Владивостока. Девушки, добрый день! Добрый день! Анастасия Юрьевна, начались каникулы. Для детей это радостная пора. Да и для родителей, наверное, это тоже радостная пора, когда ребенок отдыхает. Но каждый год с началом сезона, я бы назвала так, у полиции начинается, наверное, свой сезон. Потому что дети совершают правонарушения, потому что дети попадают в различные ситуации. Почему так происходит? И происходит ли действительно так? Разумеется, такое происходит, потому что у детей появляется больше свободного времени, досуг детей у большинства не организован, большинство из них находится без надзора родителей, без надзора взрослых лид, так как школу не посещают. Ну, и дети предоставлены себе большое количество времени, поэтому такое случается. То есть я правильно понимаю, что в то время, пока ребята находятся в школах, там они находятся под присмотром учителей, возможно, групп продленного дня и так далее. Другие секции посещают, да. То есть происходит меньше каких-то неприятных случаев? Ну да, всё правильно. А что, ну то есть каким риском подвержены дети во время каникул? Ну, чаще всего могут дети ходить в недостроенные, заброшенные здания, прыгать по крышам гаражей, каких-то зданий, сооружений. Поэтому дети подвергнуты таким ситуациям. В вашей практике можете привести какие-то примеры? Ну вот уже прошёл практически один месяц лета. Были ли какие-то случаи, чтобы ребёнок, например, травмировался или ещё что-то? Вот вам приходилось выезжать куда-то на место? Ну, на территории Ленинского района. Таких случаев пока не зарегистрировано. Татьяна Владимировна, что касается ДТП. Летом увеличивается количество ДТП, в которых задействованы несовершеннолетние. Ну вот за это лето, да, за 2021 год у нас, слава богу, снижение. То есть по сравнению с прошлым годом у нас меньше детей попадают в автоаварии. Летом, конечно же, дети чаще выходят на улицу, и это больше страдают пешеходы, потому что они гуляют, да, там в хорошую погоду, так сказать, на улице, катаются на велосипедах, самокатах, что тоже чаще всего приводит к автоавариям именно из-за внимательности детей. Но в целом за это лето мы понизили статистику именно детско-дорожный транспортного травматизма. А почему это вообще происходит? Тоже вот как с ребятами, что они свободны, что они не заняты, или тут еще какая-то дина родителей примешиваются? Знаете, тут, видите, именно автоаварии, они же разные бывают. То есть если брать именно детей пешеходов, да, там велосипедистов, то тут просто я бы сказала, что невнимательность детей. То есть у детей что просыпается азарт, им хочется гулять, играть, они выходят из подъезда, да, и не смотрят на дорогу. То есть уже все, они видят своих там друзей, которые находятся на площадке, и скорее спеша туда, хотя ездят машины при домовых территориях, которые там могут не успеть затормозить. То есть это в плане там пешеходов. Если брать родителей, то тут тоже. Где-то летний отдых, где-то дачи, да, там куда-то ездят в лес, могут позволить себе на грунтовой дороге где-то не пристегнуть ребенка. Но никто не знает, что в этот момент может произойти. Кто-то нарушит правила дорожного движения, пьяные, которые у нас там иногда позволяют себе садиться за руль, да. То есть даже если вы соблюдаете правила дорожного движения, никто не знает, что в этот момент может произойти на дороге. Поэтому тут есть и родители вина, когда они могут не пристегнуть ребенка в транспортном средстве. Поэтому всегда важно. Давайте напомним, наверное, что необходимо для безопасной перевозки ребенка. То есть, конечно же, для безопасной перевозки ребенка у нас необходимо до 12 лет ребенка возить только в удерживающем устройстве, в автокресле, да. Если это свыше 12 лет, то это можно пристегнуть ребенка. Если ребенок там низкий в комплектации, ростом, то есть специальные бустеры. Это подушечки под попу, там от автокресел остаются, да. Если ремень прилегает неправильно, то есть ремень должен как прилегать? От плеча до бедра, тогда ребенок полностью чувствует себя комфортно. Если он неправильно прилегает там на шею, то это в этом случае у нас бустер. Ребенок остановится автоматически повыше, ему ничего не передавливает, он себя чувствует в машине комфортно. Потом на переднем пассажирском сидении также можно только с 12 лет перевозить несовершеннолетних, либо в автокресле, но нежелательно. Потому что у нас машины чаще всего праворульные, то есть движение также у нас идет с левой стороны встречная полоса. И если вдруг опять же что-то случается, то удар чаще всего приходит у нас именно в левую сторону. Ну да, на сторону пассажира. Такие случаи тоже были. В прошлом году у нас мама с двумя детьми, вот ребеночек погиб один. Потому что удар пришелся именно в ту сторону, где сидела несовершеннолетняя, на переднем пассажирском сидении. Поэтому во благо здоровья детей нежелательно садить. А если это улица, то тоже свои правила. Каждому ребенку нужно объяснять заново. То есть он все равно забывает, все равно вовлечен. Поэтому... Да, об этом мы чуть позже поговорим. А по поводу бустера вы подсказали мне хорошую идею, потому что я себя тоже иногда чувствую за рулем, как 12-летний ребенок, видимо. Что говорит нам статистика о том, какие чаще происходят нарушения среди подростков? Ну, в летний период нарушения такие, как употребление алкоголя в общественных местах, табакокурение, то есть мелкое хулиганство. В ночное время несовершеннолетние находятся на улице без надзора взрослых лиц. То есть у нас комендантский час 22 часов. После 22 часов несовершеннолетние должны находиться либо дома, если на улице, то под надзором совершеннолетних лиц. Вы мне сейчас открыли новый мир. Я не знала, что у нас введен комендантский час для несовершеннолетних. Да, он существует, просто не все об этом знают. А что он подразумевает? То есть нельзя просто находиться на улице, да? Без надзора, да. Несовершеннолетний должен обязательно под надзором совершеннолетнего лица, законного представителя, своего родителя находиться. Либо дома. А иначе что? То есть если вдруг, я предполагаю, что будет идти патруль, они заметят несовершеннолетних, да? Ну, то есть они выяснят обстоятельства, почему он на улице. Если он просто задержался, они могут его проводить домой. Если он самовольно ушел из дома, либо потерялся, то они могут его доставить в отдел полиции. И уже в дальнейшем происходит разбирательство с родителями, почему они допустили такую ситуацию. Сезон начался с сообщения о том, что девочки, это было, по-моему, в городе Арсеньев, осквернили памятник. У нас во Владивостоке такие случаи происходят или это редкость? Ну, по осквернению памятников нет. У нас таких случаев зарегистрировано не было, ну, по крайней мере, на территории Ленинского района. Ну, я думаю, что такие ситуации могут возникнуть не только в период летних каникул, но и вообще круглогодичных. То есть это зависит от поведения подростков. Если мы говорим именно о Ленинском районе, ну, это достаточно такая обширная территория, да. Что там происходит? Ну, у нас происходит распитие в большинстве случаев, потому что много скверов, парков. Парков, скверов, да. Да. На сегодня совершенно летние в ночное время собираются, хулиганят, смогут что-нибудь разбить, стекла, окна, поломать заборы, ограждения. Ну, то есть имущество портят. Ну, мешают отдыхать взрослым. Не взрослым, а вообще жителям города. Где-то, допустим, во дворе на лавочке распеваются, там, слушают музыку, матерятся. То есть нарушают общественный порядок. А к детям применяются какие-то административные воздействия? Ну, административная ответственность у нас предусмотрена с 16 лет, согласно Кодексу об административных правонарушениях. Уголовная ответственность с 14 лет за некоторые преступления, а за другие с 16 лет за более тяжкие. С 16 лет несовершеннолетние уже могут быть самостоятельно привлечены к административной ответственности и наказаны. Да. Знаете, у меня такой интересный вопрос. Надо мной живет семья. Ну, это, к примеру, да. Надо мной живет семья, и очень часто родители уезжают на дачу, Естественно, дети предоставлены сами себе. Они уже взросленькие, уже все прекрасно понимают. Наверное, старшая школа, постоянная гулянка до утра практически, никакие уговоры не помогают. Вот что в этом случае делать соседи? Таких случаев достаточно много. Нужно сообщить, обратиться в полицию, в инспекцию по делам несовершеннолетних. И с этой семьей проведут профилактическую работу. Если будет необходимость поставить на профилактический учет, родители привыкут к административной ответственности. Ну и, соответственно, несовершеннолетних, если они достигли возраста, также могут за соответствующее правонарушение, если они что-то в тот момент совершают, также привлечь к ответственности. А что касается ребенка на дороге? Бывают ли какие-то случаи, когда детей привлекают к ответственности? Ну, может быть, там, мопеды, например? Ну, конечно, так же бывает. То есть, в зависимости от того, что несовершеннолетний нарушает, тут такая же категория, что 16 лет можно привлечь, только несовершеннолетнего. Если ребенок не достиг, то только его родителей. И в зависимости от того, что он нарушил. То есть, это у нас, как и для взрослых, те же правила, эти правила дорожного движения, они-то для всех одинаковые. То есть, в неположенном месте он переходил дорогу, выбежал из-за транспортного средства. То есть, это в зависимости от пункта нарушений. Но ответственности, она всегда, конечно же, существует. Неважно, ребенок это или взрослый. То есть, когда он перебегал в неположенном месте, его все-таки может поймать инспектор и сказать, ты не прав. Ну, думаю, что сказать, что ты не прав, наверное, нет. Нет, ну, первый раз же там предупреждение, а потом уже это, если касается пешеходов. Я думаю, что если инспектор вдруг поймает несовершеннолетнего, который переходил дорогу, если это, повторюсь, уже свыше 16 лет, то, конечно же, можно составить административный материал. Если это несовершеннолетний, который более младше, то я думаю, что это будут в любом случае вызывать родителей. И только с родителями уже будут проводить... Беседу. Да, профилактическую беседу. Очень интересный момент с мопедами. Ребята садятся на них зачастую несовершеннолетние. Их можно видеть на дорогах. Буквально недавно я ехала где-то у нас в районе Некрасовского путепровода, обгоняет меня, вот он между рядов едет, и никто ему не мешает, ни одна машина. Такие ребята, за ними какое-то внимание есть со стороны органов? Конечно, есть. То есть у нас ежедневно, ежемесячно, ежегодно проводятся профилактические беседы именно в школах. Всегда. Во всех классах, когда инспектора лишний раз предупреждают, рассказывают о том, со скольки лет можно кататься на мопеде. Что нужно для этого? То есть водительское удостоверение, шлем и так далее. Если вдруг такой ребенок также ловится на проезжей части, то он также привлекается к административной ответственности. Если он не достиг возраста, то тоже все через родителей. В любом случае все до 18 лет идет через родителей. Но тем не менее мы пытаемся бороться с этой ситуацией, но также это же дети. И большая еще ответственность на родителей. Бывает такое, что сами родители покупают транспортное средство, мопед детям, и, так сказать, не зная о том, что можно кататься только 16 лет, только получив право управления. Хотя у нас сейчас столько возможностей. То есть вроде бы ребенок достиг уже права управления, но, так сказать, права не получил. Хотя сейчас большинство возможностей пойти и получить категорию М спокойно. То есть тут нужно родителям также следить. За тем, чем занимаются дети. Со стороны инспекторов мы делаем все, конечно же, возможное, чтобы лишний раз, каждый раз предупреждать детей о том, что такое транспортное средство. Машина, она все-таки хоть как-то защищает водителя внутри него. То мопед, мотоцикл – это уже слишком опасное транспортное средство, от которого очень много в мотосезоны погибает, страдает, остается инвалидами. Поэтому на это огромный всегда упор свой, со своей стороны идет. Я так понимаю, что у вас достаточно часто проходят и различного рода рейды, когда вы следите за теми же креслами. Да, конечно. У нас очень много различных мероприятий рейдовых. Это и мото, и авто, и пассажиры, и пьяные. То есть они всегда. То есть и так в любой день инспектора привлекают. То есть если вдруг остановлена машина, и там не пристегнутый ребенок, то он в любом случае, да, там родители несут за это ответственность. И как в рейдовое мероприятие. То есть это все время идет. А вот по ходу таких рейдовых мероприятий к чему приходите? Какие результаты они показывают? Знаете, тут не всегда предугадаешь. То есть бывает, привлекают к ответственности большое количество. А бывает и то же самое, что и в будний день. То есть она такая работа, когда вроде и ты стараешься делать упор на какое-то одно направление. Но ты же не можешь, так сказать, убрать остальные. Поэтому так сказать. Да. Если привести пример, вот что из последних проводилось в Косавтоинспекции? На этих выходных у нас проводились рейдовые мероприятия по, так сказать, так как у нас лето, по пьяным. Также останавливались отдых, лето, кому-то хочется недалеко доехать до дома. То есть также все машины проверяются чаще всего, естественно. И если уже есть какие-то признаки, то инспектора занимаются данным водителем. А есть ли какие-то подобные мероприятия просветительского характера или такого, знаете, направленного на защиту, я бы даже сказала, со стороны отдела по делам несовершеннолетних? Безусловно, в течение учебного года, в учебных учреждениях мы проводим ежемесячно и даже чаще лекции в школах о правилах поведения, разъясняем ответственность, предупреждаем об ответственности. И также в период летних каникул в школах организованы пришкольные лагеря, куда мы также инспектора выходят и также постоянно разъясняют детям ответственность, предупреждают. Вот что? Давайте представим, что у нас урок, да? Приходит инспектор и что рассказывает ребятам? Ну, на самом деле инспектор идёт уже по определённой приглашённой тематике, то есть, допустим, в начальных классах приглашают рассказать. Самым маленьким. Да, самым маленьким. И о поведении, о мерах личной безопасности, о том, как вести себя на улице, что нельзя разговаривать с незнакомыми, что нельзя рассказывать о своём месте жительства, то есть, с кем ты живёшь, как. В более старших классах мы уже рассказываем об ответственности за употребление алкоголя, табакокурение, наркомании, за совершение преступлений, административных правонарушений. То есть, это зависит от возраста детей. Я так понимаю, что маленькие, когда вы приходите к маленьким деткам, да, это то, что рассказывают мамы и папы в том числе. Но, видимо, этого недостаточно. Почему же тогда, когда приходит представитель полиции? Ну, на детей человек в форме более значимое влияние. Они смотрят на тебя с большими глазами, с открытым ртом, и, видимо, для них, может быть, это более важная информация, чем от родителя. Мимо ушей пропустили и забыли. Ну, ребята реагируют на такие мероприятия? Да, конечно. Потом приходят домой, родителям рассказывают, вот к нам приходила тётя в форме, рассказывала то-то, то-то. Я знаю, что госавтоинспекция тоже все этим занимается, да, но вопрос немножко в другом. Ну, хочется поговорить именно о правилах, да, то есть, как мы коснулись, нельзя разговаривать со взрослыми, нельзя делать то-то, то-то. Как должен себя вести ребёнок на дороге, если это просто пешеход сейчас в представленной ситуации? Ну, если это просто пешеход, то, конечно же, у нас есть несколько способов перехода через проезжую часть, да. Это у нас с вами пешеходный переход, который нарисован на проезжей части. Это обязательно знак, потому что погода у нас с вами разная, лужи где-то, где-то там снег, просто разметка стерлась. То есть, знак всегда указывает, что в этом месте может ребёнок перейти дорогу, так же, как и взрослый. Это виадукт, надземный пешеходный переход, подземный пешеходный переход и светофор. То есть, пять элементов, через которые всегда должен переходить несовершеннолетний или взрослый на дороге. Также вот у нас чаще всего, что происходит с детьми, особенно в летний период, это то, что вышли с подъезда, стоят припаркованные машины почти возле каждого дома. И иногда, точнее, даже чаще всего, несовершеннолетний не выглядывает, едет ли там транспортное средство. Со стороны пешехода не видно машину и водителю не видно того самого пешехода. Естественно, ребёнок выбегает на проезжую часть, да, пусть это будет придомовая территория. И происходит столкновение, потому что машина у нас, к сожалению, не может затормозить резко. Поэтому ребёнок падает и получает ту или иную травму. То есть, это вот очень обязательно, пункты нарушения-то либо идёт в неположенном месте, там, не дойдя до пешеходного перехода. Ну, почему они доходят? Потому что мама или папа, да, вышли с машины, пешеходный переход у нас через пять метров, они берут за руку ребёнка и говорят, пойдём здесь, пока нет машин. То есть, ребёнок автоматически запоминает, и в следующий раз, пойдя этим путём, он сделает то же самое. Пути до школы. То есть, также изначально у нас ведёт в школу с первого класса родители, которые показывают, каким путём можно дойти до этой школы. И если вдруг родители сокращают, то так же ведёт себя и ребёнок потом. Где-то не дошёл до пешеходного перехода, где-то решил перебежать дорогу, потому что долго подниматься по надземному пешеходному переходу и так далее. То есть, вот они два частых случая. Это либо неправильный переход дороги в неположенном месте, либо выбегают из стоящих транспортных средств. То есть, чаще всего просто не видно детей, и всё. Я недавно буквально заметила, у меня дом новостройка, и от подъезда к детской площадке, вот только-только я это заметила, нарисован пешеходный переход. То есть, там буквально вот расстояние это, но нарисован пешеходный переход, и я понимаю, для чего это сделано. То есть, действительно, наверное, проблема такая, достаточно острая невнимательность детей, когда мячик тот же кинул, и всё, я оказался под колёсами. Да, это очень хорошо, что сейчас стали рисовать всё-таки именно эти мини-пешеходные переходы, потому что ребёнок должен понимать с самого раннего возраста, что нужно переходить дорогу только в этом месте, потому что обзор машины всегда закрыт. То есть, машина может сдавать задним ходом, не заметить где-то, если он попадает не в тот, так сказать, обзор и так далее. То есть, всегда пешеход, он более, так сказать, уязвим. Поэтому всегда нужно, как и в правилах прописано, убедиться в безопасности своего перехода, а потом уже идти. Что касается ответственности водителя, то есть, не дай бог сбил до ребёнка, какая ответственность? То есть, ну, тут в зависимости от того уже, да, как сбил, что случилось. То есть, в любом случае, даже если вот тоже хочется обратиться к водителям, которые, если вдруг произошло какое-то дорожно-транспортное происшествие, даже если ребёнок, взрослый, неважно, встал, да, там, отрыхнулся, сказал, у меня ничего не болит, я пошёл. То есть, в этом случае в любом нужно, особенно ребёнка, лучше удержать. Обязательно сообщить родителям и вызвать на место происшествия скорую помощь и сотрудников ГАИ. Лучше пусть скорая помощь выдаст справку о том, что у ребёнка нет никаких травм, да, и тогда все просто разойдутся мирным путем. Нежели ребёнок потом придёт домой, почувствует где-то какое-то недомогание, да, там, рука болит, нога болит, потому что изначально чувство шока, да, мы не сразу понимаем, что у нас происходит. И потом просто приходится и водителя искать, да, и ответственность у водителя сразу увеличивается, потому что он покинул, получается, что место дорожно-транспортного происшествия. Хоть ему и ребёнок сказал, что ничего не болит, всё равно факт он произошёл. Поэтому водителю обязательно нужно оставаться на месте, утешивать, естественно, ребёнка, да, позвонить родителям, лучше пусть родители придут, и там уже, естественно, решать, что делать. Также ни в коем случае самому везти в медицинское учреждение не стоит. Лучше дождаться скорой помощи. Это также водитель покидает место происшествия. А дальше уже всё зависит от травм. То есть от того, какая степень травмы будет у человека, от того уже и будет ответственность. То есть понятно, что если это тяжкий вред, то это уже переходит от административного к уголовному, если вдруг кто-то погибает. Ещё интересный момент такой. Я даже своё детство вспоминаю, и уже тогда это становилось проблемой. Самокаты, скейты, ролики здесь, они становятся причиной каких-то, ну, я не скажу аварий, но, наверное, это можно и так назвать. Да, это именно так и назвать. То есть летом, да, чаще всего у нас хорошая погода, все садятся на велосипеды, самокаты, ролики и так далее. Также многие не знают, где можно кататься. То есть катаются там на дорогах, там возле дома. Хотя кататься можно только по тратару. Вот это средство повышенной опасности, тем не менее, да, то есть не всегда дети успевают тормозить и сами совершают столкновение, да, наезд на стоящее транспортное средство. Под колёса, если вдруг машина движется. То есть, естественно, что такие тоже случаи чаще всего бывают. Если это велосипедист, то обязательно он не успел затормозить, либо выехал, да, и въехал в данное транспортное средство. То есть тут тоже нужно быть очень внимательным. У нас есть площадки, у нас есть парки, набережные, где можно кататься, тротуары. Но, к сожалению, родители разрешают кататься именно на проезжей части, а на проезжей части у нас обычные автомашины, что приводит уже к травмам, травмам именно детей. Поэтому тут нужно тоже именно родителям напоминать детям. Мы ходим, напоминаем, вот в пришкольные лагеря обязательно всегда спрашиваем детей и напоминаем, где им можно кататься, чтобы избежать тех или иных аварий. И еще один интересный момент. Это самокаты, которые появились у нас по городу. Электросамокаты, как они сейчас называются. С ними есть какие-то проблемы, особенно среди детей? Среди детей, слава богу, у нас не зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия именно в городе Владивостоке. Но думаю, что если вдруг будут родители позволять, конечно, выезжать также на проезжую часть, то это станет, наверное, все-таки средством повышенной опасности, которая может привести к тому или иному происшествию. То есть даже если, в принципе, ребенок-то не попадает в ДТП, а просто падает, он уже получает травму на обычном самокате, то на электросамокате, у которого уже есть скорость, уже который двигается сам со своим определенным двигателем, это намного сильнее. То есть риски получения травм у детей больше намного. Дети очень часто летом теряются. Просто теряются. Что становится причиной вот таких потерь? Ну, причиной самовольных уходов чаще всего возникают, происходят из-за возникающих конфликтов в семье. То есть, допустим, родители что-то отобрали телефон, ограничили проводить время в интернете, ребенок обиделся, ушел из дома, не пойду домой, переночу где-нибудь в подъезде. То есть такие случаи. Либо просто захотел погулять, вот мне родители не разрешают допоздна гулять, я пойду там куда-нибудь в ТЦ «Кристалл» и буду там до часу, до двух проводить время. То есть домой не возвращаюсь. Ну, и даже бывает, сотрудники полиции звонят, просят вернуться домой, несовершеннолетний категорически отказывается возвращаться. И либо случаи, когда ребенок где-то заигрался, пошел в гости, там заигрались в компьютерную игру, засиделись, и родители начинают беспокоиться и также обращаются в полицию. То есть, ну, вот такие случаи. Просто забыл, получается. Да, да. Быстро решаются, быстро находятся дети вот в таких ситуациях? Ну, это зависит от психологии подростка. Либо скрываются прям сознанием? Конечно, вот у нас в данный момент уже третий сутки мы ищем подростку, ему 14 лет, он просто захотел погулять. И он уехал там куда-то в деревню, в район и отказывается называть свое местонахождение. Говорит, я гуляю, погуляю, вернусь. То есть мне не страшна ни полиция, ни мама, ни папа. Я погуляю, вернусь, ждите. Ну, либо бывает подростку, только подросток услышит, что здравствуйте, я сотрудник полиции. Все, он сразу начинает... Паниковать? Да, паниковать. Ой, все, все, пожалуйста, ничего, не наказывайте, я вернусь. То есть это зависит от воспитания, от психологии подростка. Но если вот так вот он загулял, пропал и не объявился, сам имеется в виду, его потом как-то ставят на учет? Да. Ну, это тоже зависит от характеризующего материала семьи. Сначала оценивают обстановку в семье, если они нуждаются в профилактической работе. И либо этот уход неоднократный, то подростка ставят на учет в полиции. И также родители привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. И родители также у нас могут состоять на учете, как неисправляющиеся со своими обязанностями по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних детей. А в каком случае и в какое время родителям стоит обращаться в полицию, если вот так ребенок ушел и пропал? Незамедлительно. Лучше всего обращаться незамедлительно, потому что мы не знаем, что угрожает жизни, угрожает ли вообще ему что-то. Поэтому лучше всего обратиться в полицию, чтобы полиция уже приняла меры. То есть даже когда ты на 20 минут там, ребенок пропал из твоего поля зрения, лучше обратиться в полицию. Да, бывает даже так, вот ребенок сел в автобус и где-то там в пробке едет, у него села батарея, то есть родители обращаются в полицию. Поэтому лучше проверить, 10 раз перестраховаться, что твоему ребенку ничего не угрожает. Давайте подведем какие-то небольшие итоги. Что делают родители, когда дети на каникулах? На что они обращают внимание? Ну, прежде всего, необходимо обратить внимание на круг общения детей, на организацию его досуга. То есть лучше его записать в пришкольный лагерь, на кружки и секции. Обращать внимание, где он проводит время. То есть быть на связи постоянно, контролировать в социальных сетях, где он, в каких именно социальных сетях проводит свое время. Обращать внимание на его настроение. То есть, допустим, какой всегда ребенок был жизнерадостный, тут в какой-то момент стал грустный, понурый, все время сидит в телефоне. То есть на такие моменты тоже обращать внимание. Ну и прежде всего научиться слушать своего ребенка и слышать, и понимать его проблемы, и не обесценивать их. Ну и в случае чего сразу звонок в полицию. Соответственно, да, лучше обращаться за помощью. Татьяна Владимировна. Ну и, конечно же, напоминать о правилах поведения, что просто на улице, да, что о правилах поведения именно на дороге. То есть тоже немаловажно лишний раз напомнить, когда вы собираете ребенка гулять. Ну что ж, я желаю вам поменьше работы на этом нелегком поприще. Наверное, как-то так. И чтобы все были у нас здоровы, целы, не было никаких аварий, никто не терялся. И каникулы проводили максимально с пользой. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о безопасности детей на каникулах. В гостях у нас были Татьяна Владимировна Горовенко, старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД ОМВД России по Владивостоку, и Анастасия Юрьевна Солохина, старший инспектор по делам несовершеннолетних по Ленинскому району Владивостока. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова